Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с творчеством Жанна Наре Фрагонаром. Родился он в 1732 году. Французский живописец, гравер. Работал в стиле Рококо. Создал более 500 картин, не считая рисунков и гравюр. Родился в Грассе в семье Перчаточника. Двоюрный брат, кстати, его был Анатома Наре Фрагонар. Вперва ученик Шардена, потом Франсуа Буше. Учился под руководством Шарля Андрея Ван Лоу. И в 1752 году за картину жертвоприношения Иревуама получил большую римскую премию. Отправился в Рим. Значительное влияние оказали на него итальянские мастера XVII века. Действительно такие титаны. Бороча, Соломена, Пьетро де Картона. Ну и, конечно, в особенности Тьеппола. Подружился он с живописцем Юбером Робертом. Был в путешествии по Италии. Конечно, после этой поездки он написал очень много картин. По возвращению в Париж он выставил в салоне в 1765 году картину «Смерть Картеса», за которой Королевская Академия художеств приняла его в свои члены. Эта картина находится в Гуровском музее в Париже. На самом этаже тоже есть его картина, называется «Поцелуй украдкой». Скорее он прекратил заниматься историческим родом живописи, последовав вкусом эпохи, как сказано в Википедии. Стал писать идеалистические жанры, постарали духи в отобуше, сцены интимной жизни, различные панно, портреты, миниатюры, акварели, пастели. Занимался офортным гравированием. Его произведения имели очень большой успех, продавались по высокой цене. Он зарабатывал хорошие деньги. Но вспыхнула революция, которая разорила его и лишила прежней популярности. В 1769 году женился на Марии Анне Жерар, которая также была художницей. У них родилась дочь Розали Фарганар. В 1793 году уехал из Парижа в Грасс, затем опять вернулся в Париж, где и умер. В 1806 году, в общем-то, полностью забытый. Вот так написано о творчестве Жан-Анаре Фарганара в Википедии. Я хочу вам показать некоторые его картины. Они действительно, ну, мне кажется, что они красивые. Вот поэтому посмотрите, оставьте какое-то свое мнение. Да и, в общем, надо расширять свой кругозор, как говорится, знать художников того времени, их работы. Все, всем пока, до свидания, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok